В Приднестровье работает делегация депутатов Госдумы и Совета Федерации России. Среди них Сергей Чижов и Артем Туров. В российском парламенте они представляют интересы приднестровцев. Накануне единого дня голосования встреча гостей из России с председателем Центральной избирательной комиссии. Говорили о приднестровских россиянах. Приятно находиться на территории Приднестровья, потому что в том числе здесь проживают и наши избиратели. Наши соотечественники. И, конечно, завтрашний день важен для любой системы, когда люди определяют будущее развития Приднестровья. Для нас это дополнительная возможность пообщаться с соотечественниками, посмотреть на те вопросы, которые они нам, в том числе, как депутатам и представителям в парламенте России ставят. Возможность провести приемы, возможность получить новую информацию. Российские парламентарии выразили надежду, выборы в Приднестровье, как всегда, пройдут в соответствии со всеми международными стандартами. В Приднестровье мы всегда, особенно в ответственные моменты, когда наши братские народы нуждаются в поддержке, мы всегда приезжаем. И сейчас единый день голосования особо важный для Приднестровья, потому что в первую очередь открытые легитимные выборы подчеркивают и закрепляют право республики на самостоятельный путь развития, на независимый. После депутата встретились с президентом Вадимом Красносельским, обсудили в том числе, как противостоять пандемии. Россияне привезли в республику 20 тысяч масок. Это первая часть, которую мы передадим. Дальше они будут уже распределены в нуждающиеся социальные учреждения. И планируем еще до Нового года порядка 50 тысяч, еще одну партию, уже через представительство, которое находится в Москве, передать часть еще, чтобы оказать содействие в том числе социальным учреждениям, нашим согражданам, соотечественникам, которые проживают на территории ПМР. А этим утром российские парламентарии пришли на столичный мемориал славы. Минуты молчания почтили память павших. Дед Артема Турова участвовал в Яско-Кишиневской операции, воевал в составе 2-го Украинского фронта. Для меня это личное, для меня это важное событие. Конечно, мы должны помнить и передавать из поколения в поколение. Видим, что, к сожалению, ряд стран, в том числе бывших союзников антигитерской коалиции, начинают размывать, пытаются подменить понятия. К сожалению, уже мы слышим о том, что начинают убилять военных преступников. На самом деле это все очень грустно и печально. Сергей Чижов, в свою очередь, особо подчеркнул важную роль миротворческой миссии России на берегах Днестра. Российские миротворцы до сих пор сохраняют мир в Приднестровье. Разговоры о том, что миротворцы должны покинуть Приднестровье, на мой взгляд, это просто опрометчиво и бездумно. Потому что именно они являются гарантами того, что многонациональные народы, многоконфессиональные, с разными, может быть, взглядами на одни и те же вещи, гарантированно будут жить в мире. Не пройдется ни капли крови, не пройдется ни одной слизи. Гости из России высоко оценили меры безопасности, принятые на голосовании. «Непростой период, конечно, вообще в этом году для всех, без исключения, наверное, стран. И то, что созданы условия и маски, и дезинфекция, перчатки, я так понимаю, что пускай в том числе порционно на участке, конечно, дает возможность в этот непростой период обеспечить безопасность». Затем российские депутаты посетили Дом культуры в Слободеи. На выборах Госдумы жители Слободеи голосовали за Сергея Чижова. «Важно, чтобы власть была избрана с соблюдением закона, легитимно, потому как она будет определять вектор развития в ближайшие годы Приднестровья и представлять Приднестровье в международных площадках». Артем Туров и Сергей Чижов побывали также в Григориополе, в селе Дзержинское, Тодубасарский район и в Рыбнице. В начале следующей недели они будут работать на местах. Первая встреча с избирателями запланирована на вторник 1 декабря. К слову, дата 1 декабря символична для российских парламентариев. В этот день партии «Единая Россия» исполняется 19 лет.